Медведев назвал печальным решение Бундестага о поставках Киеву тяжелых вооружений. Печально. Конечно, для Медведева это печально. Он как бы не пил, как бы мозги не пропивал, понимает, что кол уже близенько. Что расплата будет обязательно. Но он же понимает, он же не дурак, что так не может продолжаться. Что Путин уничтожил Россию. Путин. Такая страна, как Россия, представляет опасность для Запада. Это старое его выступление. Не старое, а вчерашнее мы разбирали. Конечно, такая страна, как Россия, под управлением такого дегенерата, как Путин, представляет для всего мира опасность. Это совершенно очевидно. Путин похвалил самолет Байкал. Очень хороший самолет Байкал. Я бы хохотался. Это единственное, что за все время путинского режима сделали. Какой-то самолет Байкал очень хороший. Хорошее или нехорошее, время покажет. Путин поручил внедрять единый реестр назначения лекарств и мед. изделий. Но еще на этом украдут денег. Когда что-то внедряют, значит, все пойдет нахер прахом. Все украдут и развалят. То есть, старую систему развалят. Песков рассказал, что Путин на майские праздники. И такой Путин с кнопкой на майские. Разумеется, у президента это будут рабочие дни, каких-то публичных мероприятий не запланировано. Это вранье. Вранье. 9 мая, смотрите, они специально говорят, Путин куда-нибудь рванет. Где-то он должен там на параде быть. Ну, в Мариуполе, я не знаю, там все размолотили. Либо в Севастополе. Ну, в Севастополе это баян. Это он уже там раз 500 был. То есть, он где-то должен выскользнуть на территорию Украины. И показать, что он там великий вождь. Потому что 9 мая, я так понимаю, они уже не хотят, чтобы он там где-то на Красной площади был. Значит, куда-то его отправляют. Минимальную зарплату в России планируют повысить на 9%. Но это обхохочется. То есть, там все летит в тартарары. Цены выросли кратно. А рубль, оказывается, не упал. Рубль. Да, цены выросли безумно. Да, рубль при этом не упал. Да, то есть, инфляция при этом очень маленькая. Потому что ориентируется на доллар, на евро и так далее. Разве можно в инфляции на это ориентироваться? А если доллар с евро тоже рухнут? И рубль вместе с ними. Значит, инфляции нет никакой. То есть, российские банки просили Центробанк отложить выпуск новых банкнот из-за санкций. Сотовые операторы повысили цены на действующие тарифы. Но могли бы об этом и не писать. Это и так ясно, что все и на все будут повышать цены. Особенно сотовые операторы. Им сколько надо денег за бугром. Сейчас их ошкурили. Да, у них там арестовали какое-то имущество. Им надо все это дело восстанавливать. Всем этим, как его, господи, этого Толстого-то забыл. Бурхановича-то эту фамилию забыл. Старый, остановлюсь. Усманов, да, да, да. Усманов, конечно. Конечно, Усманов. Аудитория ВКонтакте достигла рекорда. И какой же это рекорд? Так, пишут 73,4 миллиона человек. Да. Помимо этого, отвечает, что в марте месячная аудитория ВКонтакте по всему миру достигла рекордных указателей в 100 миллионов юзеров. Ну, большое количество, 100 миллионов, но, так скажем, не критическое. Да, если учитывать, что на земле больше 7, сейчас с половиной миллиардов, то 100 миллионов, мягко говоря, не очень много. Силуанов допустил сокращение добычи нефти на 17%. А почему сокращение идет? Потому, что продавать некому. Ну, продавайте своим. Понижайте цену. Люди будут больше ездить. Почему вы не хотите увеличить производство? Бензина, например. Жуть, конечно. Они рассказывают о том, что в России сейчас нужно производство налаживать свое и так далее. Чтобы налаживать свое производство, нужна электроэнергия. Основная масса электроэнергии в России производится ТЭЦ. ТЭЦ тепловыми электростанциями. Основной для ТЭЦ, основным сырьем горючим является газ и мазут. Ну, если вы не можете никуда продать, увеличите производство электроэнергии за счет этого. Ну, вы же говорите, что сейчас кто-то там должен какие-то производства открыть и прочее производить самолеты, вертолеты. Я не знаю, пароходы, паровозы. Значит, это просто пустая болтовня. В России предложили вести контроль за людьми с нарушениями психики. Блядь, ну, это правильно. Причем надо начинать с Путина. Нужно начинать с депутатов. Нужно начинать с членов правительства. Обязательно, когда мы возьмем власть, будет для всех, кто работает во власти, обязательно психиатрическая и психологическая экспертиза. Обязательно. И итоги будут публично освещаться. Не важно. Почему? Потому что это работа на государство. Это работа на муниципалитеты. А раз так, то есть, это работа на людей. Значит, люди должны знать, кто на них работает. Если это безумец, чтобы они, не обязательно они откажутся от его услуг. Они скажут, ну, да, ну, там, что-то пришибленный какой-то там. Ну, работает хорошо. Ну, пусть работает. Что-то начнет чудить, мы его снимем. Поэтому должно быть все это там ясно. Сексуальная ориентация человека, да. Его психическое состояние, его физическое состояние. Я имею в виду соматическое здоровье, да. И так далее. Что-то тут Госдума очень быкует. Да, в Госдуме ответили на слова Арестовича о наступлении Украины на Россию. Депутат Швыткин назвал глупостью слова о наступлении Украины на Россию в июне. В общем, глупость. Почему он так считает? Почему они уверены? Так они уверены, что ничего не будет. Вот этот Швыткин, сейчас ему скажут, Швыткин, ну, будешь висеть за шею, блядь. Приговор трибуналу скажет, какая глупость, какой бред. А ведь будет, Швыткин, висеть за шею, блядь. С вот таким языком, как галстук, блядь. Да, и всё, и будет всё нормально. И не будет это никакой глупостью и бредом. Кремль пообещал сообщить о сроках послания Путина Федеральному собранию. То есть, представляете, это послание, которое он должен был сделать в начале прошлого года. Сейчас уже к середине этого года подходит, а он ещё за прошлый год. То есть, послание Федеральному собранию по смыслу Конституции делается в начале года. Чтобы рассказать о успехах прошлого года и наметить, что делать в будущем. Послание делается всегда после того, как приняли бюджет, всё отстрелялись, подвели итоги года, 20 января. И всё. И вот после этого нужно делать послание. За фактически предыдущий год он. Путин пропустил послание в 17-м году и потом уже с опозданием на год идёт. А сейчас уже с опозданием на полтора, представляете? Ну, не на полтора, а на год и сколько месяцев, будем считать, три, да? Жуть, конечно. И не собирается ничего делать. Так, да, вот пишет, послал подальше всех, вот и послание. Конечно, он должен выйти к федеральному собранию, всем послание сделать, сказать, идите вы все нахуй и запустить ракеты. Прямо оттуда, да? Послание в прямом эфире, да, там, как это, в Бэтмене, помните, клоун, которого Николсон играл, да? Жалкие, ничтожные людишки, там, и запустить газ какой-то хотел. Вот так и Путин, такой же клоун из Бэтмена. Песков заявил об угрозе безопасности Европы из-за поставок оружия Украине. Видите, они так троллят и запугивают европейцев, что вот будете поставлять оружие, для вас это тоже опасно и так далее и тому подобное. Детская организация потешные полки сообщила о смерти еще одного новосибирского солдата в Украине. Бля, я помню в девятом году, и вот мне те, кто прислали вот эту фотографию с тайги-инфо, детская организация потешные полки сообщила о смерти еще одного новосибирского солдата в Украине, они мне также ссылку прислали на мой твиттер. Только я не понял, это девятый или двенадцатый год, какой год, ну, в общем, твиттером я прекратил, ой, живой журнал, да, ну, что я говорю. В жилом журнале я прекратил писать в четырнадцатом году, значит, это в любом случае до четырнадцатого года, и там написано, Петр Великий из потешных полков сделал армию, а Владимир Мелкий из армии сделал потешные полки. Видите, оказывается, даже есть какие-то потешные полки, которые теряют солдат в Украине, бля, безумие какое-то. То есть, вначале создают эти потешные полки, потом на потеху Путина отправляют их помирать в Украину, а потом дети сообщают о смерти этих солдат. ФСБ предотвратило теракт в торгово-развлекательном центре в Симферополе. Я думаю, что это вторая строчка. Первая строчка, ФСБ запланировала акт в торгово-развлекательном центре в Симферополе, и вторая предотвратила. Сами придумали, сами предотвратили. За других ФСБ задержали россияне за призыв к убийству силовиков 41-летнего жителя Феодосии. А вот вопрос сейчас к этим псевдолибералам, которые, помните, все, гдушались террористов. Парень, который в Подмосковье угрожал полицая, им говорил, смотрите, боретесь с людьми, у вас же дети есть, туда-сюда. Они его на пятилетку посадили. Эти суки не хотели его политзаключенным признавать. Какая мерзость, он там такие вещи говорил. Интересно, вот сейчас у них что-то изменилось, у этих псевдолибералов. Вот как они относятся к человеку, который призывал якобы убивать силовиков. А что с ними делать, целовать, что ли, их надо? Вот этих ФСБшников, всю эту мразь, которая охраняет Путина, которая уничтожает Россию. ФСБ сдержал готовящего теракта российского студента. То есть, все, понеслась. Сейчас они будут всех вообще задерживать и объявлять там украинскими. Вот выявил Владимирский область сторонник украинских националистов. То есть, сейчас у них самый пошел гон, самый намыв. Они всех хлобучат, у всех забирают бабки, я имею в виду у бизнесменов. А нужно показывать какие-то показатели должны быть. Ну вот, вот этих ручных они всех отправляют. Этот кто? Террорист? Нет, на террористы не похож. Ну, этот за украинцев, а этот, а этот вот за черного. Все вперед. Этот за татар, за крымских. 11-летнего школьника поставили на учет за дискредитацию российской армии в Волгоградской области. Но, видите, он еще не подрос до 14 лет. Так бы его обвинили в подготовке теракта. А так 11-го коленда. Продолжение следует... Продолжение следует...